Сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, почему я ушел из ставок на спорт в товарный бизнес на Амазон. Все очень просто. Мне не важно на самом деле, на каком рынке я зарабатываю деньги, будь то ставки или будь то товарный бизнес. Все заключается от того, насколько этот бизнес на данный момент эффективен. Все, что касается ставок на спорт, для меня лично этот бизнес постепенно умер. И связано это напрямую с такими моментами, как все вы, наверное, прекрасно знаете, что сейчас букмекеры не очень приветствуют плюсовых игроков. Анализировать футбольные или другие матчи стало гораздо сложнее. Куча факторов, которые сложились воедино, и я принял такое решение, что надо уходить из высокорискованных бизнесов, несмотря на то, что они манят своей большой прибыльностью. Но, как на практике оказывается, на самом деле, ты не зарабатываешь тех сумм, которые ты изначально планировал. А ты порой уходишь в глубокие просадки, в минус. Так как ты рассчитываешь на эти деньги, и тебе хочется хорошо жить, я имею в виду хорошо жить, то есть ты должен опираться на какие-то ежемесячные расходы, то, конечно же, ставки на спорт в данное время для меня стали очень рискованным бизнесом. Бизнес на Амазон. Амазон – это огромная площадка, так скажем, это интернет-маркетинг, продажа товаров, которые находятся в нескольких крупных странах мира, такие как США, Канада, Австралия, Япония, Германия. И еще много стран, их порядка 14. Вот недавно в Арабских Эмиратах тоже открылся склад Амазон. И это дает удивительные возможности. Мы, как люди, которые анализировали спорт, для нас не составит ничего трудного проанализировать товары, которые пользуются популярностью на данный момент, у которых есть хорошие показатели, которые стоит рассматривать для продажи на Амазоне. Почему Амазон хорош? Амазон хорош тем, что к нему лояльное отношение со стороны клиентов. Потому что Амазон покрывает все риски клиентов. Несмотря на то, что может попасться некачественный товар, этот убыток будет возмещен из средств Амазона непосредственно клиенту. А Амазон уже дальше будет разбираться с продавцом, кто продал этот товар. Поэтому клиенты знают, что, несмотря ни на что, если они купят на площадке Амазон, их деньги не будут потрачены зря, и они, если разочаруются в товаре, они всегда смогут его вернуть. Но, и как я хочу сказать, то, что этот бизнес приносит достаточно хорошие деньги. Вы можете рассчитывать здесь от 30 до 50% прибыли с оборота ваших средств. Я уже торгую на Амазон около полугода. Меня все устраивает, и вы, наверное, заметили, что на канале я больше не публикую ничего о ставках, и вообще больше этим заниматься не хочу, и не буду вам рекомендовать этим заниматься. Я бы вам порекомендовал уходить в товарный бизнес на Амазон. Этим можно заниматься, находясь в ваших странах. То есть, например, вы живете в России, в Украине или в Беларуси, вы можете зарегистрировать свой аккаунт продавца на Амазон. Для этого вам нужен будет либо заграничный паспорт, либо перевод материально заверенный вашего гражданского паспорта на английском языке. Также вам нужен счет в европейском или американском банке. Но если у вас нет такой возможности открыть там счет, для этого есть специальные компании, которые занимаются посредничеством. Это все официально, так что переживать тут не за что. Они работают за комиссию. Есть такие платежные системы, как Payoneer. Они выступают посредникам. То есть, они получают, грубо говоря, вашу прибыль от Амазона, потом дальше переводят ее вам на ваши дебетовые карты в ваших странах. Пока я Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Список разрешенных стран для регистрации на площадке Амазон в качестве продавца я закреплю по ссылке ниже под этим роликом. Но сейчас я разберу еще несколько вопросов, которые наверняка у вас появятся после того, как вы узнаете об этом бизнесе. Что мне продавать на Амазон? На Амазон, как я уже сказал, продаются разные товары, начиная от детских игрушек, заканчивая автомобильными аксессуарами. Как и на любом другом огромном маркетплейсе, на Амазоне товары разделены на категории. Этих категорий там очень много. И вы всегда сможете выбрать товар, используя некоторые инструменты для анализа рынка, такие как Jungle Scout. Это очень полезный инструмент по выбору и анализу конкуренции. Я работаю только с private label товарами. Это товары, которые не защищены авторским правом, у которых чисто label у них нет своего названия. Соответственно, я такие товары брондирую под своим именем, то есть создаю им свой бренд. Достаточно хорошие деньги с этого получаю. То есть вы заказываете у поставщика, брондируете, отправляете на Амазон. Дальше Амазон занимается продажей вашего товара. Вы не занимаетесь никакой логистикой. Все, что вы делаете, администрируете свой склад, запасы вашего аккаунта. Через свой компьютер имеют только интернет и компьютеры. Всю логистику выполняет за вас Амазон. Поставка до клиента, возврат товара. Все это ложится на плечи за 15% с каждой проданной единицей вашего товара. Это комиссия, которая забирает Амазон. Также есть дополнительные фи, то есть комиссия, которая берет Амазон за хранение. Как прибыль, я уже сказал, при подходе ко всем этим показателям будет от 30 до 50%. Как продавать товар, находясь в другой стране, не в США, не в Астралии, не в Канаде? Для этого Амазон использует модель бизнеса Fulfillment. Ваш склад находится в любой стране мира. Ваш поставщик отправляет товар с вашими FNSQ-кодами прямо до складов Амазон. Дальше работники Амазона сканируют и понимают, что это ваш товар и помещают его под ваш листинг. То есть вы в своем компьютере увидите, что после того, как товар был отправлен, когда он появится, и вы можете начинать его продавать. Соответственно, вы также можете обходить конкурент. Также на Амазон есть внутренняя реклама PPC. Это реклама, которая платится за клиппер. На какую прибыль вы можете рассчитывать? Как я уже сказал, прибыль от 30 до 50% отложенных средств. Ну а деньги, с которых можно начать, так как большинство людей этот вопрос волнует, все зависит от стоимости товара. Конечный на входах Амазон. Я же рекомендую продавать не дешевле 12-13 долларов. Таким образом, вы сможете покрыть все комиссии Амазона, и еще при этом остаться в плюсе. Плюсом является то, что товары, если вы выбраны правильно, из правильной категории и ниши, продаются достаточно быстро. Вы будете только успевать заключать новые поставки. Как обстоят дела с налогами? Налоги вы выплачиваете в той стране, в которой вы проживаете, если у вас, конечно, не открыта юридическая фирма, например, США или Европа. Если у вас появятся дополнительные вопросы, или вам станет интересна сама идея бизнеса на Амазон, напишите мне в комментариях. Всего доброго. Пока.